С аудио я предлагаю сегодня начать. Первый мультимедийный формат в PowerPoint это аудио. И я покажу на практике, как вставить в текст вот такую вот аудио цитату. В PowerPoint можно добавить файл с компьютера, можно записать сразу внутри презентации. Это само по себе очень удобно. Вы можете прокомментировать что-то или зачитать какой-то фрагмент текста сразу внутри презентации. Он не сохранится отдельным файлом на компьютере, а будет сразу встроен в определенный слайд. Мультимедиа аудио в PowerPoint выглядит следующим образом. Вот такой вот значок динамика или рупора, кому как удобнее называть. И при наведении на него мышки или при выделении его снизу появляется вот такая вот полоса плеера. Очень большое неудобство то, что стандартный значок поменять нельзя. Вот то, каким он есть, как Microsoft его представил, так он остается неизменным уже на протяжении многих лет. Что мы можем сделать с аудиофрагментами внутри слайда? Когда мы кликаем на значок такого встроенного аудио, у нас появляются две новые вкладки. Это формат звука, она показана сверху, и вкладка воспроизведения показана снизу. В последних версиях, начиная, наверное, с 2003 офиса, содержание этих вкладок остается неизменным. Формат звука, все, что в названии содержит слово формат, относится к оформлению, к дизайну. То есть на этой вкладке можно каким-то образом изменить значок. Но поскольку сам значок мы поменять не можем, он стандартный, мы можем поменять его цвет, сделать ему обводку, добавить какие-то эффекты объема. В принципе, поработать с ним, как с обычным рисунком. Вторая вкладка воспроизведения несколько интереснее. Здесь как раз основные настройки связаны с самим звуком и с его проигрыванием. У нас есть возможность сделать начало звука выходом из тишины, чтобы постепенно нарастала громкая звука. И наоборот, в конце аудиодорожки снова увести ее в ноль. Только настроить громкость, если, например, ваш аудиофрагмент записан с превышением комфортной громкости. Включить отображение звука в фоне. Если раньше нужно было настраивать, то сейчас кнопка «Воспроизвести в фоне» есть уже автоматически. Вы кликайте на нее, и аудиофайл будет тихонечко играть в фоне на протяжении всего показа презентации. И для практики я предлагаю выбрать вот такой вот текстовый фрагмент и добавить к нему звук. Я вырезала с одного из вебинаров Директ Академии кусочек звуковой дорожки и хочу сейчас ее разместить на слайде так, чтобы проигрывалось по нажатию. Я переключаюсь на демонстрацию экрана. Пожалуйста, нажмите на огонек, если у вас все видно и все нормально отображается. Спасибо. Вот этот слайд. Есть текст и есть сам по себе звуковой фрагмент. Когда я его выделяю, активна вкладка «Воспроизведение», и здесь я могу с ним каким-то образом поработать. Например, если нужно у звука убрать начало, убрать конец, немножко его подрезать, я нажимаю на кнопку «Монтаж звука» и вот здесь вот аккуратно настраиваю. Удобно то, что звук показан вот звуковой дорожкой с пиками, и можно по ней сориентироваться. Например, если человек, который записывал аудиофрагмент, забыл на какое-то время текст и молчит, то вот здесь вот посредине будет ровная прямая линия, и только потом снова начнутся вот эти вот штрихи, звуковые пики. И таким образом вы сможете даже по картинке, не прослушивая, примерно сориентироваться, какой фрагмент вам нужно оставить, какой фрагмент нужно сохранить. Предположим, я хочу вставить вот сюда звуковой фрагмент. У меня есть такая вот иконка, я добавлю ее на сайт, и именно она станет на слайд, добавлю ее на слайд, и она станет триггером для запуска аудиофрагмента. Для того, чтобы сделать вот такое воспроизведение по клику, я снова выделяю аудиофрагмент, иду во вкладку «Анимацию», и, как видите, здесь помимо стандартных анимаций, появляется еще несколько новых. Отдельная вкладка для мультимедиа, и здесь четыре варианта анимации. Мне нужен самый простой вариант воспроизведения, чтобы это мультимедиа воспроизводилось, и оно должно воспроизводиться по клику. То есть, я настраиваю триггер по щелчку на вот такой вот элемент. Давайте проверим. У кого-то еще черный экран, уже два человека написали, что не видно. Так, у остальных видно. Может быть, проблема в браузере, и его можно перезагрузить. Спасибо. Раз у большинства видно, то я вернусь к своей демонстрации. Итак, сейчас по клику на вот эту вот иконку начнется воспроизведение звукового файла. Я поставлю его сюда в текст, найду подходящее место. И сейчас по клику на эту иконку будет воспроизводиться сам аудиофрагмент. Можно поступить другим образом и сделать так, чтобы аудио воспроизводилось по клику на определенный текст. Но для этого тоже нужно, конечно, обозначить иконкой, что вот именно этот кусочек текста будет звучать в аудио формате. Например, вот таким вот образом. Я заключаю в такие аудиокавычки абзац текста. Теперь его можно прочитать, либо можно кликнуть на него и прослушать. Для того, чтобы сделать сам текст ссылкой на прослушивание аудиофрагмента, удобно создать невидимый вот такой интерактивный объект. Он может закрывать весь текст, может закрывать только несколько слов. И сейчас я аудио точно так же добавляю новую анимацию воспроизведения и теперь привязываю уже к прямоугольнику. После того, как анимация настроена, сам прямоугольник я сделаю невидимым. Для того, чтобы правильно сделать интерактивный объект невидимым, нужно полностью отключить его контур. А вот здесь вот в заливке фигуры выбрать не полную прозрачность, а выстроить следующим образом. Выбрать другие цвета заливки, щелкнуть на любой цвет и поставить у него прозрачность 100%. Если вы выберете вариант нет заливки, то у вас просто будет пустое место и вот этот вот прямоугольник сам по себе интерактивным не будет. И только тогда, когда вы выбираете вариант с полностью прозрачной заливкой, только в этом случае курсор показывает, что этот фрагмент является сам по себе интерактивным. И вот, понимаете, можно кликнуть и прослушать. Сам объект мультимедиа, вот этот вот значок, который воспроизводим, я просто переношу за рамки экрана. Можно, конечно, кликнуть на вкладки воспроизведения и выбрать вариант скрывать при показе. Либо сделать, например, значок полностью прозрачным. Но гораздо проще и удобнее просто выдвинуть его за рамки экрана. Здесь он и не будет мешаться. И в то же время, если вам нужно будет слайд каким-то образом отредактировать, вы всегда сможете легко его найти.